Добрый день, коллеги. Но презентация на самом деле достаточно большая, поэтому я ее постараюсь так прям укоротить серьезно. Но всем, кому интересно почитать прям все выводы, то я думаю, вы можете обратиться в программу по совместному управлению ЮСАИТЫ, посмотреть, какие выводы были получены в целом. Меня зовут Роман Покожев, я директор по развитию компании Вектор, ну и в данном случае консультант проекта, программы по совместному управлению ЮСАИТ. Какие были цели, основные проведения данного исследования? Ну, во-первых, цель была выяснить осведомленность, как вы уже видели слайд на одной из презентаций до этого, осведомленность населения, осведомленность организации гражданского общества об общественных советах и о координационном совете, выявить отношение НПО, отношение населения к общественным советам и к координационному совету, и посмотреть, какие существуют проблемы и сложности в его взаимодействии между общественными советами и НПО, между общественными советами и координационными советами, и в целом всех этих, скажем так, стейкхолдеров с государственными органами. Исследование было проведено весной 2016 года. Ну, оно да, оно свежее, но, с другой стороны, я вот послушал презентацию сегодня и вижу, что изменения уже есть. Я думаю, что следующее исследование будет проводиться, какая-то уже тенденция, какие-то изменения все-таки будут. Ну, смотрите, кратко я тут нарисовал схему, да, скажем так, какие существуют игроки, скажем так, на рынке, да, игроки, стейкхолдеры в общественных советах. У нас есть население, у нас есть организация гражданского общества. Соответственно, организации гражданского общества могут напрямую работать с государственными органами. Но теперь у нас появляются промежуточные элементы, у нас появляются общественные советы. То есть организации гражданского общества, население, они могут обратиться в общественные советы, и те будут взаимодействовать с государственными органами, с которыми они работают. У нас есть третья схема взаимодействия. Соответственно, это все может пройти через координационный совет, который будет взаимодействовать с государственными органами. Вопрос, какая из этих цепочек, какая из этих схем более эффективна? Нужен ли нам координационный совет? Может, он нам не нужен. Нужны ли нам общественные советы? Может быть, нам тоже не нужны. Может быть, организации гражданского общества могут напрямую взаимодействовать с государственными органами. И исследование раскрывает текущий уровень взаимодействия между НПО и государством, между общественными советами государства, между координационным советом и государством, и выявляет сложности и трудности, которые существуют. И в принципе, здесь можно будет дать ответ, нужна ли такая сложная схема, или все можно сделать гораздо проще. Но быстро один слайд по методологии, потому что сейчас задается вопрос, а как вы собирали данные, где, что. В целом было опрошено 180 организаций гражданского общества случайным образом из имеющихся баз данных международных организаций, доноров. Текущий бывший член общественных советов, 101 член общественных советов был опрошен. Государство и министерство ведомств, и только 11 человек были опрошены. И 28 членов координационного совета. Опять же, говоря о государственных министерствах и ведомствах, к сожалению, мы обратились, я думаю, что более 100 человек, к которым мы обратились с просьбой ответить на вопросы. Но государственные органы сказали, извините, мы не будем отвечать, они сказали, мы заняты, или приходите завтра. То есть большинство из них отказались отвечать на вопросы. Тем не менее, я все-таки включил в презентацию этих 11 человек и их ответы, но вы должны иметь в виду, что эти ответы не являются репрезентативными. Они просто позволяют нам, знаете, быть таким небольшой индикатор, чтобы понять, что же думают хотя бы эти малые количества государственных органов. Дальше. Сначала по социальному восприятию, дальше, населением, в целом, системы общественных советов и НПО. Смотрите, большинство вопросов звучали так. Мы говорили определенные утверждения респондентам, и они должны были ответить, скорее они согласны с этим, полностью согласны, скорее согласны, скорее не согласны, или полностью не согласны. Соответственно, зеленым это то, что скорее согласны, или согласны, красным это скорее не согласны, или не согласны. И здесь вот у нас предоставлено резюме такое, то есть объединены вопросы красный и зеленый, скажем так. Значит так, какие выводы по населению в целом? 58% населения говорят, что организации гражданского общества, НПО бесполезны, и они вообще не нужны нашей стране. 66% населения говорят, что социальные закупки не должны быть, то есть государство не должно передавать часть своих услуг некоммерческим организациям. Это мнение населения, репрезентативная выборка на национальном уровне. 68% населения говорят, что волонтерами не собираемся быть и не хотим, и мы отказываемся это делать, если нас там пригласят. Но при этом 52% населения сказали, что общественный контроль должен быть, хотя мы не доверяем некоммерческим организациям, организациям гражданского, все-таки мы считаем, что общественный контроль важен, он должен быть. И 63% населения говорят, что организации гражданского общества должны участвовать в разработке нормативно-правых актов и делать вклад в их разработку. Это мнение населения. Дальше. Теперь давайте посмотрим на мнение самих НПО, организаций гражданского общества. Здесь ситуация меняется, уже 91% говорят, как это мы бесполезны, 91% говорят, мы полезны, хотя мне интересно, где вот эти 9% оставшихся представителей организаций гражданского общества, которые, видимо, работают, но сами не считают свою работу полезной. Хорошо, 88% говорят, мы готовы быть волонтерами, работать на бесплатной основе, 84% НПО говорят, да, конечно, общественный контроль должен быть, это одна из наших основных функций, которой мы должны заниматься. 63% НПО говорят, что у нас отличное отношение с населением, и при этом вы помните предыдущий слайд, где большая часть населения говорят, что НПО бесполезны, то есть отношения настолько хорошие между НПО и населением, что население считает НПО бесполезными, тоже стоит об этом подумать. Почему? То есть НПО считает отношения хорошими, и население считает, что отношения плохие с организациям гражданского общества. Но стоит признать, что большая часть НПО признаются, что отношения и коммуникации с государственными органами – они плохие. То есть первая важная цифра – только треть НПО довольны текущими отношениями между их организациями и государственными органами. То есть всего лишь треть довольных. Дальше. Дальше посмотрим. Смотрите, мы рассматривали одну из жалоб, которую нам озвучивали часто организации гражданского общества, о том, что у них не хватает членов. То есть, когда ведется набор в общественные советы, не хватает кандидатов. Некоторые общественные советы не до конца укомплектованы. Очень часто не из кого выбирать, когда происходит набор. Мы попытались выяснить, какой процент населения знает о том, что вообще существуют общественные советы. Но вы этот слайд уже видели, 79% населения сказало, мы вообще никогда не слышали о том, что существуют у нас в стране общественные советы. 21% только сказали, да-да-да, мы слышали, что такие общественные советы существуют, но только 1% населения реально знали о целях общественных советов. То есть 21% знали, и только 1% вообще что-то могли сказать, чем занимаются общественные советы. Остальные называли, знаете, такие странные вещи, как это поддержка молодежи, это орган контроля государственных органов. То есть называли то, что совсем не относится к миссии, к целям общественных советов. Тот же вопрос мы задали организациям гражданского общества. Знаете ли вы об общественных советах? Смотрите, практически четверть НПО, они тоже не знают, что существует у нас в стране общественные советы. То есть ладно, я понимаю, у населения в целом, но когда НПО не знает о том, что существуют общественные советы, ну это, конечно, проблема. Но опять же сказать, 21% плохо или хорошо? Еще раз нажмите, пожалуйста. На самом деле это не так плохо, потому что 2 года назад, когда мы проводили подобные исследования в 2014 году, 61% организаций гражданского общества не знали, что такое общественные советы. То есть можно сказать, что стакан наполовину пуст, можно сказать, что стакан наполовину полон, но динамика позитивная, что все-таки с 61% неосведомленных НПО мы перешли всего лишь к 21% неосведомленных НПО, что неплохо, в принципе. Дальше. Хорошо, опять же у нас проблема была, подавали ли вы заявку или не подавали в общественные советы. Соответственно, ну большая часть они вообще не знали об общественных советах, как было на предыдущем слайде. 19% знали, но не подавали, и только 2% населения знали об общественных советах и решили подать заявку. Но практически никто из них не прошел, только 2 человека были приняты в общественные советы из тех, кто подавал. Мы задали вопрос, а почему? Почему вы не подаете в общественные советы, раз у нас такая недостача? Ну что, говорили люди, в первую очередь, конечно, недостаток времени. Эта проблема была везде, что у нас нет времени этим заниматься, кто-то говорил, мы не хотим этим заниматься. Но все-таки одна из основных проблем была, мы не знаем, как обращаться в общественные советы, как подавать заявку. Очень многие вообще не верили, что они будут отобраны. То есть нужно, опять же, тут вопрос встает о осведомленности населения об общественных советах, о том, как подавать заявку, как стать кандидатом в общественные советы, как быть выбранным туда. Дальше. Тот же самый вопрос мы задали организациям гражданского общества. Опять же, 21% ни с чего не знали о общественных советах, 55% знали, но не подавали заявку. И получается, сколько? 24% только знали и подали заявку. Стоит отметить, что почти 84% из тех, кто подал заявку из НПО, они были выбраны. Те, кто не подавали, отвечали так же, как, в принципе, население в целом. Либо у нас нет времени, либо мы не представляем, мы не знаем, как подавать эту заявку, как участвовать в общественных советах. Хорошо, дальше мы спросили самих представителей общественных советов, и вы спросили, а вообще вы будете сами подавать на следующий год в общественные советы, или когда там придет следующий срок? Ну, знаете, интересно, что не все готовы продолжать работать в общественных советах. Две трети представителей общественных советов сказали, да, конечно, мы будем продолжать обязательно работать, но треть сказали, что либо мы не будем больше участвовать в общественных советах, либо сказали, что мы подумаем, мы сомневаемся, мы не знаем. И опять же причины были это отсутствие времени, некомпетентность многих других членов общественного совета, неэффективность принятия решений, отсутствие мотивации, то, что это неоплачиваемая работа. Говорили, что недостаточно компетенций, чтобы у них самих оставаться в общественных советах, либо недостаточно компетенций у других членов общественного совета, чтобы эффективно работать. В целом, как вы думаете, какая вообще основная проблема, вот если мы говорим плюсы-минусы общественных советов, самая основная проблема, которую респонденты называли в общественных советах? Время. То есть самый большой недостаток общественных советов, как вы думаете, какой? На самом деле, большинство говорили люди, самый большой минус общественных советов это люди, люди, которые не хотят эффективно работать, которые некомпетентны, которые пропускают заседания, которые недисциплинированы. А как вы думаете, какая самая большая и сильная черта общественных советов? Люди. Самое интересное и самая сильная черта общественных советов это люди. Это уже другие, видимо, люди, которые, наоборот, работают бесплатно, на собственной мотивации, многого достигают. И на самом деле, вот это интересно, что самый большой недостаток, самый большой плюс общественных советов были как раз люди. Вы знаете, как какой-то умный человек сказал, что самая трудная работа – это работа с людьми. Особенно, если они живые. Вот поэтому здесь и дальше идет рекомендация, что необходимо развивать именно представителей общественных советов, те, кто там работает, проводить какие-то тренинги и так далее, и так далее. Хорошо, следующий слайд – осведомленность о координационном совете. Ну, мы видели, что насколько плохо была осведомленность об общественных советах, но о координационных советах это еще хуже. То есть, если ОГО, Организация гражданского общества, 54% вообще не знали, что координационные советы существуют. То есть, общественные советы, которые сами, скажем, выдвигают своих кандидатов в координационный совет, они не знали, что координационный совет вообще существует. 25% знали, что существует, но не знали, зачем существует координационный совет. И 21% знали, как о том, что координационный совет есть, так о том, чем он занимается и какие вообще его цели, какова его миссия. Сами общественные советы, конечно, уже 77% знали, что такое координационный совет, Но было 2%, которые вообще не знали, что такое координационный совет, и 21%, которые знали только, что он существует и тоже не знали о целях и миссии координационного совета. Дальше. Мы и координационный совет опросили, и спросили, а вы хотели бы дальше продолжать оставаться в координационном совете? Ну, пропорция примерно такая же, как в общественных советах. То есть, процентов 70 говорят, да, конечно, мы продолжим работать в координационном совете. Ну вот 6 человек отметило, что нет, ни в каком случае они не хотят продолжать работать в координационном совете. И еще 6 человек сказало, что они еще думают, не знают, не приняли решение. И проблемы те же самые, либо это слишком много занимает времени, либо это не очень эффективно. Извините, я не потому что хочу прорывать, потому что в принципе это частности, например, не хотят и не хотят. А у вас есть системные вещи, которые, может быть, у вас есть слайды, которые системные, которые покажут нам, что, ребята, вот система вот так неправильная работа, вот здесь правильно. Если можно, я очень беспокоюсь за следующий проект. Да, согласен. Я сейчас и думаю, следующий блок мы как раз пропустим. Нет, не потому что все это просмотрят. Нет, 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 давайте пропускаем блок. Следующий блок, он включен в том, что теперь как бы первый блок был о том, знают ли вообще об общественных советах, население, НПО. Следующий блок был о том, как воспринимают, позитивно работу воспринимают и негативно. Ну буквально два слова я скажу, это мы все уже пропустили. В целом, очень позитивно воспринимают, те, кто знает общественные советы, они очень позитивно настроены на работе общественных советов и к работе координационного совета. Единственный раскол, который намечается по тенденциям, взаимодействие между общественным советом и координационным советом. Треть представителей опрошенных общественных советов сказали, что они плохо понимают, чем занимается координационный совет и просили побольше информации. Вот это такой явный раскол, который намечается. В остальном все очень позитивно достаточно. — Вы имеете в виду общественного совета, а не знали? — Общественный совет. То есть НПО очень хорошо относится к общественным советам, к координационному совету. Те, кто знает, считают, что все отлично. Но общественные советы плохо относятся к координационному совету. И эта тенденция углубляется. — Можно я здесь скажу, что это удивительные выводы, потому что каждый общественный совет выбирал членов координационного совета. И если они не знали, то их надо или лечить, или разбираться с выборкой. — Крубирал. — В этом смысле, да. Потому что, вы поймите, у нас, наверное, заседание 8 было. Я просто сейчас нет, но многое время провел в советах, и представляю, что не значит, что есть КСНС. Другой вопрос, что можно относиться из-за рассылки. Я бы поверил, что там, потому что туда было вылета. Вы понимаете, да, то есть нюанс, что туда было вылета. Это действительно очень много разносторонней такой информации, вот скажем так. Вот тут я понимаю. А то, чтобы они не знали, это не знают. Ну, ладно. — Не, ну не знают, всего 2-3% не знают, которые. На самом деле очень низкий процент. И опять же, не забывайте, что мы опрашивали текущих и прошлых членов общественных советов. — А, может быть, они только... — То есть это те, которые, может быть, сейчас не участвуют, но участвовали 2-3-5 лет назад. — Может, они, может, они ими... — Не, процент низок, но, опять же, раскол не в том, что они негативно относятся к координационному совету. Они говорят, мы не знаем, чем занимается координационный совет, мы хотим больше информации. — Я еще раз вам скажу, что на самом деле вы правы. Потому что даже, может быть, процент большой. Дело в том, что общественные советы, 70%, они не ходят. И 90% они вообще не читали законного ОСГО, правоположения. И вообще они не интересуются. Они с вами ходят и останутся. Вот, может быть, вы выбрали, что попало. Эти, конечно, они не знают. Но по закону каждый кандидат должен прочитать. Вот, можно, можно, а потом вступать. И здесь я вижу комиссию по отбору причина. И вообще члены общественных советов не должны нас, ну, как сказать, обучать к чему-то. — Да, потому что они люди, определенные инфекторы, определенные знания. — Область мониторинга, область обучения, и так далее. — Хорошо, согласен с вами, да? — У нас люди умные, не ходят. — Мы напишем комиссию по отбору, что надо провести к найфью. Ну все, нет, я пропускаю, оставляю один блок интересный. Вот, взаимодействие между сторонами, то, что мы вначале начинали, да? Опять же, давайте вернемся к информации, как организации гражданского общества относятся к их взаимодействию с различными сторонами, да? Смотрите. НПО считает, что с общественными советами их взаимодействие плохое. 63% НПО считает, что взаимодействие с общественными советами плохое. 62% НПО считает, что взаимодействие с госорганами плохое. И 62% считает, что взаимодействие с населением хорошее. Важная цифра, 62% НПО считает, что они не могут организовать взаимодействие с госорганами напрямую, и что текущее взаимодействие находится на достаточно плохом уровне. Теперь давайте тот же самый вопрос. Вопрос, мы зададим, вот так сделаем, тот же самый вопрос, но уже мы задаем государственным организациям, да? Нет, давайте тоже пропустим. Ой, как же мне сделать, чтобы оно побыстрее, да? Да, уже не торопиться. Хорошо, смотрите, вот здесь справа график, где вопрос тот же самый мы задали общественным советам. Уже насколько они довольны взаимодействием с представителями государственных органов, с государственными органами. Вот здесь ситуация, если мы прибавим, скажем, два зеленых графика, то есть скорее удовлетворен и полностью удовлетворен, то получается, что 52% уже представителей общественных советов, они довольны взаимодействием с государственными органами. То есть вот динамика налицо, то есть НПО только 30% довольны взаимодействием с государственными органами напрямую, общественные советы уже 52% довольны взаимодействием с государственными органами и считают, что это взаимодействие эффективно. Государственные органы мы опускаем, но опять же там есть информация, что государственные органы либо отвечают хорошо, либо отвечают никак. То есть они говорят, либо у нас все отлично, не трогайте нас, либо они говорят, мы затрудняемся ответить. Но в целом негативных ответов с государственных органов достаточно мало. Теперь то же самое мы задали координационному совету. То есть в качестве представителя координационного совета, насколько вы удовлетворены вашим взаимодействием с представителями правительства. И здесь уже, конечно, удовлетворенность максимальная. То есть здесь уже 70% представителей координационного совета считают, что у них очень эффективно выстроены коммуникации с государственными органами. И на самом деле работа достаточно эффективна и хорошо выстроена. То есть получают 30% НПО удовлетворены взаимодействием с государственными органами напрямую, 50% общественные советы и уже 70% представителей координационного совета. Но если мы, опять же, скажем у государств, насколько они довольны взаимодействием между общественными советами и государственными органами, то 46% говорят, что ценность есть, 27% что ценность высокая и 27% затруднились ответить на данный вопрос. Основные рекомендации, не будем пойти детально по рекомендациям, которые были в целом. Это, конечно, опять же, повышение эффективности взаимодействия между различными сторонами. То есть между населением и НПО, между НПО и общественными советами, между общественными советами и координационными советами. Это обучение, соответственно, представителей общественных советов, это обучение представителей координационных советов. Были рекомендации о доработке нормативно-правовой базы, чтобы дать больше полномочий представителям общественных советов и координационного совета. Были рекомендации о том, что необходимо повысить эффективность операционной работы различных общественных советов, Координационного совета в плане разработки стратегических документов, операционных, процедур, правил, повышение дисциплины среди представителей общественных советов, Координационного совета, чтобы они не пропускали заседания, посещали эффективно. Основные рекомендации есть в отчете, кому интересно, конечно, вы можете взять отчет в программе по совместному управлению и там уже все детально рассмотрим.